Самариканский государственный медицинский институт, кафедра медицинской информации и информационной технологии. Видео лекции на тему «Использование гипертехнологий в офисных приложениях». Лектор-кандидат экономических наук Вахидов Алико Милташевич. Применение офисных программ в учебном процессе. С появлением в различных профессиональных системах, офисных программ, работая с документами на компьютере, значительно упростилась. Современная офисная программа представляет собой комплекс совместных между собой программных продуктов, позволяющих вносить и обрабатывать любые информации. Надо отметить, что в операционной системе существовало немало офисных программ, соблюдающих не меньшим функционалом одного кофессиана, населенного главным образом на подготовку документов к печатку. Комментарии в закладке. Современная офисная программа позволяет повесить подготовительных материалов в интернете, отправить по электронной почте и даже уложить в виде ролика на все общее образование. Самым популярным офисным пакетом программы стал комплект Microsoft Office. В качестве альтернативы чаще всего используется бесплатный пакет с открытым кодом OpenOffice. Оба пакета практически идентичны по своим функциональностям, однако во втором виде его бесплатность и открытность имеется небольшое ограничение. Поскольку самая популярная операционная система для пользователей компьютеров C является Microsoft Windows. предпочтительно использует офисный пакет Microsoft Office, обеспечивая достаточно стабильная работа в этой операционной системе. Офисный пакет Microsoft Office состоит из пяти основных продуктов – Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Access. В состав продукта на сегодняшний день выходит также OneNote Office Web Apps и Web Share. В зависимости от потребностей можно установить только необходимый набор программ или все комплекты. Обычные пользователи используют только две программы из этого пакета – Word – текстовый процессор и Excel – табличный процессор. Продвинутые пользователи могут использовать в своей работе PowerPoint системы подготовки, презентации. Outlook Organizer и почтовые клетки и аксесс-система управляют управлением базовых данных. По современным первым версиям текстовый процессор Word претерпел значительные изменения. Теперь это не просто текстовый редактор с возможностью вставки фотографий рисунков, графики, диаграмм и таблиц. На сегодняшний момент Word является мощным средством для подготовки документов, создания электронных книг и макетов для бумажных изданий. В текстовом процессоре Word имеется средства для проверки орфаографии на любые языки, перевода с любого языка на любой язык, форматированные тексты, автозамены, автоподстановки, переносов и так далее. Табличный процессор Excel позволяет разместить в ячейхе данных, выполнять над ним различные операции – форматированные, переобразованные, вычисленные, автоматические, статистические, финансовые, текстовые и прочие функции. Удобнее размещение декабря на нескольких страницах данных позволяет связывать с транспортом и формулами, создать биограммы и графики. Система работы с данными позволяет экономически отгружать необходимые данные из других таблиц и баз данных, в том числе из глобальной сети интернета. Программа Powerpoint – это система для подготовки к презентации. Некоторые используют ее для подготовки документов к печати, например, поздравительные открытия, что не является целесообразным. Главное предназначение этого программного продукта – это видеомонтаж различных материалов, включая аудио, видео и спецэффекты в единомой презентации. Программа Access является системой управления базовыми данными. По сути, это средство для разработки своеобразных интерпретируемых программных продуктов среды Windows. Возможности программы практически не ограничены. с ее помощью можно достаточно легко, зная алгоритм, написать альтернативы таким популярным программным продуктам, как 1C. предприятие или турбобухгалтер, при помощи системных скриптов можно запрограммировать практически любые действия, выполняемые в операционной системе. Пакет Outlook является расширенным со стороны созданного в операционной системе Windows почтового клиента. Outlook Express и содержит органайзер для составления расписания как на ближайшее время, так и на долгую перспективу. Новый продукт OneNote представляет собой запуск. запускные книжки, в которых удобно систематизировать и сохранять в одном месте информацию о переделанной или планированной работе. При помощи ссылки можно связывать все документы различных форматов – видео, аудио, текст, таблицы, презентации в единых документах. Программа Office Web Apps предназначена для публикации в интернете документов из любого официального продукта. Программа Publisher предназначена для форматирования ресурсов и документов перед печаткой. Все официальные программы можно расширить за счет применения всестороннего языка программирования Visual Waste for Application и гипертекстовые информационные технологии. Образование гипертекста Под гипертекстом понимает системы информационных объектов, объединенных между собой, направленных связанными, обращающимися, образующимися. Каждый объект связан с информационной панелой экрана, на которой пользователь может ассоциативно выбрать одну из связей. Объектом необязательно должен быть текстовым, они могут быть графическим, музыкальным, с использованием средствами мультиаппликации, аудио- и видеотехники. Обработка гипертекста открыла новые возможности освоения информации, качественно отличающихся от традиционных способов. Вместо поиска информации по соответствующим поисковым ключам гипертекстовые технологии предполагает перемещение от одних объектов информации к другим соучаствуем их смысловой семантической связи. Обработка информации по правилам формального обвода под гипертекстовые технологии соответствует запоминания перемещения по гипертекстовой языке, структуре гипертекста. Структурное гипертекста состоит из информационного материала тезауруса, гипертекста, списка главных тем и алфаутных словаря. Информационный материал подразделяется на информационные статьи, состоящие из заголовка статьи и текста. Заголовок содержит темы или наименование описываемого объекта. Информационная статья содержит традиционные определённые понятия, должна занимать одну панель и быть лёгко обозримой, чтобы пользователь мог понять, стоит ли её внимательно читать или идти к другим близким по смыслу статьям. Текст, включая в информационную статью, может сопровождаться пояснением примеров, документов объекта реального мира. Бегли просмотр текста статьи, упрощаясь, если эта вспомогательная информация взяла, отличаясь от основной, например, подсвеченная или выделенная в религийном совете шрифтом. Тезарус гипертекста – это автоматизированный словарь, отображающий семантические отношения между лексическими единицами дескриптурного информационно-поискового языка и передназначенный для поиска слов по их смысловому содержанию. Тезарусная статья имеет заголовок и список заголовок родственных тезарусных статей, где указывается родство и заголовка тезарусных статей. Заголовок тезарусной статей совпадает с наименованием информационной статьи и является наименованием объекта, описанное которое содержится в информационной статье. Список заголовков родственных тезарусных статей представляет собой локальный справочный аппарат, в другом указывается ссылкой только на ближайших родственников. Тезарус типов текста можно представить в виде сети. В узлах находятся текстовые описания объекта, информационные статьи. Ребра сети указывают на существование связи между объектом и на тип родственников. Список главных тезарусных статей содержит заголовки всех справочных статей, для которых нет целых типа родов. Ведь часть целая желательно, чтобы список занимали не более одной панели экрана. алфавитный словарь включает в себе перечень наименований всех информационных статьй в алфавитном порядке. Гипертексты составлены дружные использующие давно это справочники, энциклопедии, а также словары, снабженные развитой системы СССР. В области применения гипертекстовые технологии очень широко. Это издательская деятельность, библиотечная работа обучающей системе, разработка документации законов справочных вопросов, базы данных, базы знаний и т.д. В современной информационной возможности глобальной информационной сети по значительной мере определяется применением гипертекстовых технологий. Так, поиск нужной информации о счастливстве и использовании гипертекстовых сцов, которые позволяют просматривать материалы по порядке выборов этих сцов. пользователей. Многие интерфейсы данной технологии позволяют выбрать интересующих материал просто нажатой кнопкой молекулятора мыши на нужное слово или полуографические картинки. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...